Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговор о реактивном движении и реактивной тяге. А сегодня мы рассмотрим демонстрационную установку, которую обсуждал еще в конце 19 века замечательный австрийский физик, философ, историк науки Эрнст Мах. Она изображена на этой картинке. У Маха она сделана из трубочки, которая подвешена на штативе. А я тоже сделал такую установку. Вот трубка начинается здесь, потом выходит по радиусу, делает один оборот вокруг колеса, снова уходит по радиусу и спускается вниз. И по этой трубке будет течь вода, которую я буду наливать через воронку. А сейчас мы посмотрим, как эта установка работает. Итак, я подвесил колесо на нитке. Сейчас я начну лить в него воду. А вы смотрите внимательно, что с ним будет происходить. Вот вода побежала и колесо начало вращаться. И оно вращается с постоянной скоростью все время, пока льется вода. Но только я перестал лить воду и колесо тут же остановилось. Давайте повторим опыт еще раз. Итак, лью воду, колесо вращается, перестал лить, колесо остановилось. Ну и теперь я хочу предложить вам объяснить это явление. Я должен сказать, что здесь есть даже два разных объяснения. Одно на языке действующих в системе сил, а другое на языке законов сохранения. И будет здорово, если вы напишите одно из этих объяснений и совсем отлично, если напишите оба. Ну, а пока что предлагаю вам остановить видео, поделиться своими мыслями здесь в комментариях. Успеха! Ну и теперь первое объяснение на языке сил. Вода потекла сверху, по радиусу пока что еще ничего не происходит, а вот теперь она повернула вот в этом колене. Ну и, соответственно, колено давит на воду, заставляя ее поворачивать. Вода давит на колено и появляется сила, действующая в противоположную сторону. Стало быть, вода течет сюда, а колесо начало раскручиваться в противоположном направлении. Ну и вода давит, 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 колесо вращается все быстрее и быстрее. В этот момент вода достигает второго колена и разворачивается этим коленом. Ну, соответственно, со стороны воды на колено действует сила, но теперь в противоположном направлении. И колесо не останавливается, между прочим, а продолжает вращаться по инерции. Силы уравновешивают друг друга, но, в принципе, если бы колесо повращалось достаточно долго, даже если бы нитка не закручивалась и не воссоздавала противоположного момента, колесо остановилось бы из-за сопротивления воздуху. Ну а так, в отсутствии каких-либо внешних тормозящих сил, оно так бы вращалось и вращалось, пока бы мы лили воду. Но когда мы прекратили лить воду, в этом колене вода уже не течет, а во втором колене все еще продолжает течь. И в этом смысле здесь есть нажим, и этот нажим заставляет колесо остановиться, но потом вода уже не течет. И поэтому колено просто вышло вся из трубки. И вот объяснение на языке сил. Ну а теперь объяснение на языке закона сохранения момента импульса, оно еще проще. Значит, у нас вода, которая втекает в трубку вертикально, и которая вытекает вертикально, она не привносит никакого момента импульса, ну разве что если здесь струя чуть-чуть подкрутится, но наверное подкрутится она крайне слабо. Вот, будем считать, что не привносит и не уносит. Момент импульса системы вначале был равен нулю, ну значит он будет равен нулю в течение всего опыта. Вода течет в этом направлении по трубке, вся остальная система вращается в противоположном направлении. Вода перестала течь, система перестала вращаться. Ну и там еще есть переходные процессы в начале и в конце, когда колесо раскручивается и останавливается. Ну собственно вот это и есть два объяснения. И наши рассуждения с реактивными силами в колене, они здесь прекрасно работают, равно как и рассуждения с законами сохранения. Ну а теперь наш традиционный заключительный вопрос, на который после всех наших обсуждений в предыдущих роликах вы конечно же постараетесь ответить. Вот представьте себе, что у нас имеется цистерна с водой, которая стоит на рельсах и может по этим рельсам перемещаться абсолютно без трения. Из этой цистерны выведен вот такой патрубок, загнутый вниз, на нем крантик и мы этот кран открываем и из крана полилась вода. Ну и понятно, что когда вода течет по этому патрубку, она упирается и начинает цистерну толкать. И неужели цистерна при этом поедет? А как же быть законом сохранения импульса? Ведь начальный импульс системы был равен нулю. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok